Лориаль тоже серии Sculpt, только это называется уже Blush Sculpt, это румяна, и в каждой такой палеточке три оттенка румян. Наверное, идея была в том, чтобы этими румянами скульптурировать, когда здесь, как вы видите, зависит от оттенка. Вот в этом персиковом оттенке, самый светлый, он сойдет даже как самостоятельный хайлайтер. Или можно смешать с теми другими оттенками и получить более светлый, сияющий румяна. В этой же розовой палеточке, даже самый светлый оттенок, он не может использоваться как самостоятельный хайлайтер. Он только сойдет как самые светлые румяна. Или же комбинировать его с другими, или отдельно наносить, в общем, такие интересные, красивые штучки. Несмотря на то, что продукты пудровые, за счет того, что они имеют сатиновый финиш, они набираются прям как маслянистые такие кремы. В общем, очень хорошо набираются и наносятся, и растушевываются. Вот вы видите, все три оттенка, они все сатиновые. И вот они, оттеночки розовой палетки. То же самое, все набираются очень кремово, насыщенно, красивые цвета, но они все сатиновые или блескучие. В общем, опять же, ничего матового, но очень красиво наносится, очень красиво смотрится. И чтобы закончить с румяном, вот такая вот коллекция новая от Maybelline, которая мне очень понравилась. Здесь, наоборот, все матовые оттенки. Серия называется Face Studio Blush. Что интересно в этой серии, они очень необычно открываются, вот так съезжает эта крышечка. Вот, мне кажется, очень классно. И что мне нравится, это то, что они все матовые, и то, что они, опять же, не сумасшедши пигментированные. То, что для масс-маркета, для новичков, для обычных девочек, которые не визажисты, как бы им это сто лет не нужно. Им просто нужно красиво накраситься и пойти в школу, в университет, на работу. Для них это огромный плюс. То, что можно попробовать нанести какие-то румяна и не испугаться потом эффекта клоуна в зеркале. Просто, как бы, тихонечко нанести один раз. Если хочешь больше цвета, еще один раз. Надеюсь, вам видно. Это оттенок 30, называется Rosewood. Натуральный такой нюдовый, персиковый, немножко с розовинкой. В общем, такой очень спокойный, спокойный, нейтральный оттенок. И вот рядом с ним оттенок 40, Pink Amber. Это тоже нейтральный, но немножко уже более розоватый. Вот вы видите в сравнении эти два оттенка. Это оттенок 20, Brown. Вот вы видите его в сравнении с остальными двумя. Он уже более такой интенсивный. И самый нижний это 100 Pitch Pop. Но это явно не для новичков, поэтому аккуратненько. Эль Сэп выпустил серию новых экспресс-кондиционеров, как в форме эликсиров для волос, которые не смываемые. Вот такие вот двухфазные водички. Одна голубая, другая розовая, третья белая. В общем, чисто на вид они очень такие заманчивые, интересные. Что они делают, я не знаю, потому что на мне обычно такие водички редко работают. Эти я еще не пробовала. Можно вначале взболтать вот эту вот бутылочку, чтобы две фазы смешались, и потом как водичку наносить на волосы и не смывать. Идея в том, что они должны много чего делать для ваших волос, но не утяжелять ваши волосы. Итак, это голубое для волос, лишенных густоты, розовое для слабых, склонных к выпадению волос, и белое для поврежденных волос. И самое интересное в этом видео, девочки, это новинки масс-маркета в категории губы. Пожалуйста, внимание, у меня на губах сейчас оттенок 45, Possessed Plum. Это новая серия от Maybelline, называется Vivid Matte Liquid. Они только вышли. Они есть, не знаю, наверное, в 10 цветах. У меня вот такие два, которые мне больше всего понравились. Это ярко-красный, по-моему, классический, и это винный темно-фиолетовый, который сейчас на моих губах. Ярко-красный в оттенке 35 Rebel Red, и то, что у меня, я уже говорила, 45 Possessed Plum. Кстати, вот он в свотче более плотный и более темный, а на губах он смотрится достаточно-таки носибельным этот оттенок. Вот, вы видите, как-то отличается немного от свотча. Вот они, просто шикарные оттенки, текстура очень приятная. И на моих губах, во всяком случае, они сушат намного меньше, чем другие матовые помады, как Nubo, например, Milly Batch, которая просто творит сахар на моих губах. Не знаю, как и на ваших, но пока я несколько раз пользовалась, я довольна, я хочу еще другие оттенки попробовать. Все знаете, как я люблю серию помад от Maybelline, Color Sensational, и сейчас Maybelline нас порадовала новыми оттенками. Ну что, все готовы? Девочки, что вам сказать? Я готова к весне, к лету, к жаркой погоде, к хорошему настроению и к солнцу. И к красивому загару, который сочетается шикарно с этими оттенками. Первая, номер 117 Tip Top Tall. Вторая, 157 More To Adore. И третья, 207 Pink Fling. Не хочу показывать свотч, объясню почему, потому что я еще не решила, какие из этих я оставлю себе, а какие буду разыгрывать для вас в гивауэй, потому что потом уже никому из вас это не могу отослать как подарочек. Я вообще очень люблю эту серию помад. Я кучу себе накупила из Америки, еще из предыдущих коллекций. Они очень комфортные на губах, они легко наносятся, красиво смотрятся. Они, в общем, это из тех помад, которые очень комфортно носить. Вот именно носибельные. Красиво смотрятся, красиво ощущаются, хорошо держатся, хорошо потом их повторно, да, наносить. И некрасиво потом ни пятнами, не надо все сначала стоять, потом наносить повторно. В общем, удобные, комфортные помады, вот что могу сказать. В моей коллекции несколько новеньких Baby Lips. Опять же, это Peach Punch и это Melon Mania. Тоже буду разыгрывать вместе в гивауэй с помадами. И это два карандашка для бровей, идея которых мне очень понравилась. Это Maybelline Brow Satin. Здесь на одной стороне карандашик, тонюсенький-тонюсенький, выкручивающий, механический, очень удобный. А на другой стороне такой удобный спонжик с пудрой, с тенями, в общем, которыми вы потом растушевываете этот карандашик и создадите такой финиш более уже ухоженных, более оконченных, да, бровей. Не просто там черные полосочки, волоски, а такие уже более заполненные брови. В общем, или же можете иногда так, иногда так, или же можете сочетать сначала, подрисовать карандашиком, потом это все заполнить пудрой. Вот они, два оттенка, которые у меня. Это Dark Brown, он более холодный. Я бы не описала, что какой-то темнее, какой-то светлее, просто Dark Brown он в холодных оттенках, и Medium Brown он в теплых оттенках. Карандашик рисует намного тоньше, чем то, что я здесь нарисовала, просто я хотела потолще, чтобы вы увидели именно цвет карандаша. Но он рисует вообще тонюсенькими ниточками, а это пудра рядом спонжиком нанесенная и здесь, и здесь. Вот и все. Это те мои навидочки бюджетные, которые я сейчас пробую, тестирую, тестирую, пытаюсь найти что-то очень удачное для всех вас. И знаю, что многие из вас ждут вот такие вот бюджетные находки, бюджетные рекомендации, вообще видео о масс-маркте, о бюджетных продуктах, поэтому надеюсь, вам это было интересно. Все, пока!